Кролик, который никого не боялся Слава приходит, когда ее не ждешь Вот пришла она и к серому кролику-кочерыжке Который в один прекрасный день стал знаменитым В этот день кролик-кочерыжка встретил в лесу медведя Это моя тропинка, пробурчал медведь Желая в шутку напугать кролика Но кочерыжка даже ухом не повел Поздоровался и пошел мимо, как ни в чем не бывало Медведь даже оторопел от неожиданности В этот день кролик-кочерыжка столкнулся на подвесном мосту с тигром Вот я тебе покажу, напустился тигр на кролика Но кролик-кочерыжка ничуть не испугался Он лишь спросил, что вы сказали? Потом приподнял шляпу, раскланился и двинулся дальше Тигр даже растерялся от такой неслыханной дерзости А в этот день кролик-кочерыжка случайно наступил на лапу самому льву Я тебя, крольчишка, разорву! Крикнул лев Рад вас видеть, сказал кочерыжка Улыбнулся и похлопал по спине Остолпеневшего льва Все это видел и слышал попугай и ты И разболтал повсюду Тогда звери и птицы стали на все лады расхваливать кролика-кочерыжку, который вообще никого не боится. Недаром говорят, что у Славы есть крылья. Кочерыжка еще только подходил к своему дому, а Слава уже поджидала героя на собственной улице. «Ты молодец! Ты просто молодец, Кочерыжка!» – кинулся к нему навстречу ослик-алфавит. Мы уже переименовали нашу Капустную улицу. Она теперь называется «Улица имени кролика-кочерыжки». «Подожди, что ты говоришь? Я же ничего не слышу!» «Ах!» – вспомнил! – «Ведь я вчера заткнул уши ватой, потому что музыка за стеной мешала мне спать». И кролик вынул из ушей эту вату. «Вот совсем другое дело. Снова все слышу. Так что тут у вас произошло?» – обратился он к удивленному ослику. И тогда ослик-алфавит понял, почему ему приятель Кочерыжка не испугался ни медведя, ни тигра и даже не испугался самого льва. Просто он не слышал их страшных угроз. А может и слышал, но не испугался. Кто знает. Но улицу переименовывать не стали. Так она и называется сейчас – Кочерыжкина улица. А когда по улице проходят внуки-кочерыжки, то обычно им вслед несется «Смотри, вон внуки того самого кролика идут, который ничего и никого не боится». Ну что, мои маленькие друзья, надеюсь, эта история вам понравилась. Ну а нам с вами время смотреть мультфильм пришло. А я с вами прощаюсь до завтра. Всего доброго, до свидания, пока!